У Сергея Курушева новый адвокат из столицы. Сегодня к защите депутата приступил Юрий Щигалев, кандидат юридических наук, доцент и магистр психологии. Конечно, ознакомиться с делом, которое занимает 8 томов, за утро новый защитник не успел, но обвинительное заключение, как он сам выразился, бегло прочитал. Впервые в своей многолетней практике и более 20-летней практике в качестве адвоката, обвинительное заключение подписано и утверждено руководителем неизвестного следственного органа. Там написано, что просто следили по особо важным делам, а дело по расследованию особо важных дел. Вопросы к обвинительному заключению есть и у второго защитника, и у самого обвиняемого. Он обратился к суду с ходатайством передать дело обратно в прокуратуру. Это вот сочинение, так называемое, обвинительное заключение, мы всем отделом сочиняли непонятно какого органа, так как мой защитник уже это поставил во внимание. Оно все искажено полностью, перефразировано. Даже мои показания, которые я давал первоначально, здесь перефразированы. С аналогичного ходатайства обратился к суду и новый адвокат. Судья рассмотрел оба обращения и решил отказать. Вручение копии обвинительного исключения обвиняемому следователем, а не прокурором, не является препятствием для рассмотрения уголовного дела судом. Иные изложенные в ходатайстве подсудимого довода, которые, по мнению странной защиты, свидетельствуют о нарушении прав обвиняемого при проведении поддела предварительного расследования, не могут служить основанием для возвращения уголовного дела прокурора, подлежат исследованию и оценке судом при рассмотрении дела по существу. Тем не менее, повод отложить рассмотрение дела по существу все же нашелся. Но адвокату нужно время, чтобы ознакомиться с материалами дела. И это время суд, конечно, предоставил стороне защиты. В некоторых зале сложилось мнение, что адвокаты намеренно затягивают дело. Но защитники Курышева ответили, что хотят только торжества справедливости. Мы защищаем Сергея Владимировича Курышева только для того, чтобы установить справедливость. Не то, чтобы изобличить преступника. Мы знаем, что он не виной. Но вот мы, например, в этом уверены, мы это знаем. У нас есть объективные причины, почему мы так думаем. Следующее заседание суд назначил на 25 февраля. Тем временем представителям СМИ стало известно, что у подсудимого есть что сказать общественности. И он готов сделать заявление перед камерами. Но и в этой возможности Сергею Курышеву суд отказал. Суд приходит к выводу о том, что представление подсудимого Курышева, о свидании с представителем СМИ в целях видеосъемки интервью на данной стадии производства по делу будет противоречен интересам правосудия по настоящему уголовному делу. На следующем заседании суд все же намерен начать слушать показания свидетелей. Среди первых Александр Курышенков, младший. Напомним, Сергей Курышев заявил, что именно он сидел за рулем его рейндж-ровера в момент ДТП. Александр Курышенков тоже присутствовал на сегодняшнем заседании, но от заявлений пока решил воздержаться. Юлия Кузнецова, Евгений Токарев, 6 канал.